Антон Александрович, вот здравствуйте. Как мы знаем, горно-металлургическое производство это производство непрерывное, потому что останавливать выпуск стратегически важных для страны металлов невозможно. И вот в связи с этим одна из главных задач, как не допустить проникновение вируса вот в этот трудовой коллектив. Как вот справляется компания в этих новых условиях и что уже для этого сделано? В компании уже третью неделю у нас действует штаб. Возглавляет данный штаб у нас генеральный директор. Штаб проходит ежедневно, включая выходные дни. Бывает, даже собираемся по несколько раз в день. Значит, по порядку. То есть все люди, которые у нас приезжают на территорию, мы по обеим площадкам нашим производствам проговорили с ИПшниками, которые доставляют наш транспорт. Они свой транспорт сами обрабатывают. То есть часть дезинфицирующих средств мы направили им для самостоятельной обработки. Далее люди у нас попадают на КПП, где они проходят. Там у нас организована санитарная дистанция, разделены потоки. Все входящие люди в обязательном порядке получают у нас медицинские маски. У нас находятся на проходных антисептики. Дальше люди выходят и попадают в автобусы. Автобусы наша аварийно-спасательная служба каждые 4 часа обрабатывает по обеим площадкам. Распределяем потоки людей, смотрим сейчас, чтобы уплотненность в автобусах была как можно меньше, добавили количество автобусов. Дополнительно мы запретили использование наших сатураторов, где нет возможности использовать одноразовую посуду. Ввели режим так называемой бутылированной воды. То есть на 2 месяца все люди у нас получают питьевую воду с подвозом. Ну и часть людей у нас переведена на удаленный доступ. Порядка 500 человек у нас сейчас работают на дистанции. Мы отработали по людям, которые старше 65 лет, да, они у нас находят на самоизоляции. Соответственно, еще прорабатываем вопрос по 60+, тоже чтобы они находились на самоизоляции. Наверное, еще важная часть – это работа все-таки вот с людьми. Это же еще общение, да, и с рабочими, и с руководителями. Как вот здесь вы поступаете в этой ситуации? Ну тут мы исключили максимально личные встречи, да. Все у нас встречи организованы в рамках ВКС. Компания полностью обеспечена, как сказать, средствами удаленной связи. Мы в конце недели ожидаем поступления двух тепловизоров у нас, поставим их на центральный КПП по обеим площадкам, где будем иметь возможность удаленно мерить температуру наших работников. И еще через неделю ожидаем поступления пирометров, так называемых, градусников, да, порядка 250 штук, стоп. Еще были некие барьеры уже на рабочих местах. Начальники участков, мастера могли дополнительно измерять температуру нашим работникам. Ну, в общем, понятно, что такие меры, многоступенчатые, да, барьеры ставятся. Вот с какими сложностями и трудностями вам пришлось столкнуться или приходится сталкиваться? Сталкиваемся с отсутствием, наверное, средств удаленной защиты, да, органов дыхания. То есть в целом, наверное, проблема не только кольских ГМК, но и в целом, да, в стране имеются дефициты и медицинских масок. Но тут мы, говорю, успели, 200 тысяч масок у нас подступило. Мы сегодня обеспечены полностью на две недели на ежедневную выдачу этих масок. В среднем где-то расход у нас 3,5 тысячи масок, вот, в целом по кольским посудкам. Ну и, в принципе, с септиком тоже сложности были, но, опять же, сегодня поступило 160 септиков. И в конце недели ожидаем массовый приход. Вот. Компания не только взяла обязательства по обеспечению своих работников, да, но мы, как сказать, под свое крыло взяли и наших коллег. Это наши Роксы, это Пичингострой, это Кулабыт, Арктик Энерго, Кольский центр развития персонала. Помогаем Мурманскому транспортному филиалу, Аркангельскому транспортному филиалу. То есть это не просто, что вот Кольская думает только о себе, мы думаем и о наших коллегах, и о всех тех, кто заходит на наши территории. То есть мы тут не делим свои чужие, всех обеспечиваем в равной степени, всем помогаем. Антон Александрович, давайте пожелаем и вам лично, и штабу, и всему коллективу этого непрерывного производства, да, здоровья, наверное, всем нам. Да, всем нам, всем, кто нас окружает, нашим родным, нашим близким, пожалуйста, берегите себя и оставайтесь максимально дома. Мы справимся с этим недугом, я в этом уверен. У нас нет другого выбора. Спасибо. Спасибо.